В конце восьмого века В варварах кроется еще более впечатляющая реальность Исследователи, переселенцы и торговцы, викинги нападали из-за моря, чтобы грабить и наживаться От берегов Северной Америки до рынков Багдада Они настежь открывали границы, внося поразительные социальные, политические и экономические перемены А потом они исчезли Варвары, викинги Двенадцать столетий назад из-за холодного Северного моря Викинги напали на ничего не подозревающий мир, подобно спущенным с привязи псам Они пришли из стороны глубоких феордов, неплодородных земель и жестокой клановой борьбы Сегодня эта земля носит название Скандинавия Об их жестокости и храбрости слагались легенды В сагах упоминается об их путешествиях и завоеваниях А нечто еще более значительное таится под покровом земли на их скандинавской родине 1880 год Норвегия Норвежские археологи сделали удивительное открытие Распахнув окно в прошлое и впервые увидев, как викинги жили и умирали Поразительно Викинги, нападавшие на Европу с мечами и в рогатых шлемах, прошли путь от северных мародеров до народа с такой же сложной и высококультурной цивилизацией, какая была у других народов Европы в то время Этот объект, обнаруженный при раскопках одного из захоронений, разбросанных по всей Скандинавии Рассказал о северном народе викингов больше, чем другие находки Это корабль, погребенный в землю Корабль-могила, наполненный предметами, которые понадобятся их владельцу в загробной жизни Передвигаться с одного места на другое можно было только на лодке, и они строили прекрасные лодки Начав раскопки, археологи не могли поверить, что викинги действительно плавали на этих кораблях Но они были изумительно мореходными, легкоуправляемыми У них была осадка в несколько сантиметров или около того, и они могли подниматься по рекам Удивительно, что викинги часто хоронили своих знатных персон в кораблях и со всеми вещами Потому что считали, что они после смерти отправятся в путешествие Все имущество, которое могло быть нужно в загробной жизни, укладывалось на корабль, потом закапывалось Поэтому все так хорошо сохранилось Кто были эти таинственные варвары с их сложнейшим похоронным обрядом? Что заставило их стать проклятием темных веков? Конец 700-х столетий в Нагорье, Норвегии У нас есть некоторые представления о том, какой была жизнь викингов, прежде чем они начали плавать и совершать набеги Это был оседлый народ земледельцев Они жили деревнями или кланами, своего рода семейными общинами Хотя мы точно не знаем об этом У них были вожди, правившие этими небольшими группами Иногда они враждовали между собой Но жизнь викинга была больше похожа на выживание Климат был холоднее, чем в остальной части Европы Погода часто бывала просто свирепой Остаться в живых было трудно И это очень важно отметить На заре эры викингов семейная ферма была основой хозяйственной жизни норвежцев Фермеры и скотоводы Они за короткое лето выращивали зерновые и овощи Разводили домашний скот, от которого зависели Но мирная жизнь в северной стране подходила к концу Увеличивающееся население все больше нуждалось в плодородных землях Страсти кипели И неизбежно ненависть разъединила кланы викингов Когда сильные стали нападать на слабых Грабители яростно обрушивали на фермеров топоры и мечи На земле викингов воцарилось беззаконие Обычно вождем был человек, у которого была самая большая ферма У него были свободные крестьяне, мелкие хозяева и рабы И если ему нужно было напасть на кого-то из соседей Он собирал всех своих людей и совершал набег Викинги врывались в деревню и грабили все Что можно было унести с собой Конечно, не очень изобретательно Но зато эффективно Из-за нехватки земли и материальных ценностей в северных землях Некоторые викинги отложили на время свой распри И стали готовиться к поискам удачи вдали от родины Руки и инструменты, которые раньше вытесывали балки амбаров Начали выполнять другую задачу На берегах северных фердов обретало свое очертание Нечто, что изменит жизнь этих людей Ладья викингов Эти необычные суда совершенной конструкции Вывели историю на новый курс И викинги начали совершать стремительные набеги на Европу Длившиеся три столетия На своих ладьях викинги веками оттачивали технику судостроения и искусство мореплавания Без ладьи викинги не были бы викингами Развитие этой технологии позволило им оставить такой след в истории Со временем они научились строить суда, которые были достаточно мореходными, чтобы плавать в Северной Атлантике и совершать походы на большие расстояния Такую ладью можно было собрать за месяц-полтора Конструкция всегда была одной и той же Они могли сделать ладью широкой, если она нужна для тихой воды Или с большой осадкой для океанского плавания А если требовалась ладья для похода по рекам России или Европы Или ладья для набегов вглубь континента Они могли сделать судно такой же конструкцией, применяя эту же технику, но меньшего размера Ладьи были довольно легкими, их можно было перетаскивать волоком Их можно было тянуть и по рекам, и плыть под парусом Это было очень важным качеством, потому что их суда были быстрые, как молнии, и ничто не могло догнать их Эти ладьи уже не были судами прибрежного плавания, в отличие от средиземноморских судов Они могли совершать быстрые переходы из Норвегии в Шотландию, с Фарерских островов в Исландию А из Исландии в Гренландию через открытое море, слишком опасные для прибрежных судов В результате появилось хорошо приспособленное судно с низкой осадкой Своего рода технологическое чудо для того времени У этого народа не было ни короля, ни центральных органов власти Каждая норвежская деревня была независимой У каждой был свой вождь Для выполнения своей дерзкой миссии викинги объединились, оставив дома женщин и детей, отправились в открытое море Они пошли за добычей И, соответственно, вооружились Первыми жертвами их набегов в 793 году стали монахи монастыря Святого Катберта на острове Линдисфарн у побережья Англии Линдисфарн считался одним из святилищ на британских островах, прославился набожностью и значительными материальными ценностями Монахи под колокольный звон шли к миссии, а тут из-за моря появились эти дракары Викинги обрушились на монастырь подобно шторму Всех перерезали, унесли ценности и все подожгли Абсолютно все Монахи очутились словно в аду Они часто описывали викингов как чертей из ада, сорвавшихся с привязи Викинги, вне всякого сомнения, были жестокими бойцами Запугивание, страх и террор были у них в крови Это были грабители, а не солдаты Я думаю, они были крайне жестоки, очень жадны и весьма умелы Мы считаем их варварами, однако они держали боевой порядок и двигались на цель как дисциплинированная, регулярная армия Воин-викинг был очень простой боевой машиной Это был рослый, крепко сложенный скандинав, часто одетый в кожаные доспехи Каждый был оснащен простым оружием, ножом, мечом и боевым топором И, как говорят, боевой топор был самым жестоким оружием Потому что викинги потрясающе наловчились метать эти топоры, отрубая ими головы или нанося серьезные раны На побережье викингов особенно привлекали монастыри, накопленным в них огромным богатством и пассивностью монахов Англо-саксонская хроника, которую начали писать с конца 800-х годов Является первым источником истории Англии в период с 5 до 11 столетия В ней так описывается террор, развязанный захватчиками-викингами Напавшие язычники безжалостно разрушили божью церковь Линдисфарна, сопровождая это грабежами и массовыми убийствами Историки считают отправной вехой это нечестивые нападения на монахов и их богатство в 793 году Это был первый большой набег викингов из-за моря Но Линдисфарн и другие беззащитные монастыри на побережье Британских островов были только началом В конце 7 века грабители-викинги заинтересовались более крупной добычей Большие города Европы вскоре испытают на себе мощь и ярость этих норманов и их стального оружия Викинги шли из Скандинавии с целью грабежа Набег 793 года на Линдисфарн в Северной Англии зажег искру варварства в крови викингов, угрожавшую поджечь всю Европу Середина 9 века Прошло около 50 лет с тех пор, как Европа узнала о разграблении богатств Линдисфарна Норвежские семьи, деревни и целые общины собираются вместе, чтобы строить ладьи Они хотят улучшить свое положение за счет ничего не подозревающих людей за морем Позднее все пришедшие в Америку испанцы искали золото, но викинги искали серебро Серебро было для них большой ценностью, а церковная утварь, кресты и другие вещи, которые можно найти в монастырях, сделаны из серебра Группы викингов шли по морю, но у них не было общего вождя Их флотилии иногда разрастались до двух десятков кораблей Каждая флотилия действовала самостоятельно, поэтому стремительное нападение трудно было остановить Слава отдельных лидеров викингов стала расти, а с ней и их амбиции Они были готовы взять Европу Европа была необычным континентом, потому что ее пересекали реки, и все они были судоходны В отличие от Северной Америки, Африки или других континентов, где было лишь несколько больших рек В Европе их было много Почти все они были полноводными, поэтому викинги могли войти в них на своих судах Вспомните, что ладьи были узкие и длинные Один из самых первых массированных речных набегов был совершен в 845 году Печально известным вождем викингов по имени Рагнар Датчанин Со своим флотом из 120 судов он решил ограбить город покрупнее Линдесфарна Он направился вверх по сене Его целью был Париж Еще не достигнув города, викинги Рагнара на берегах сена истребили передовые отряды французов Уготовив своим французским пленным печальный конец В основном они были разбойниками и использовали тактику запугивания, чтобы легче расчистить себе дорогу Они не хотели тратить больше усилий, чем это было нужно, поэтому они старались внушать страх Был один знаменитый викинг, которого прозвали защитником детей Потому что он не подкидывал их в воздух и не нанизывал на свой меч, когда они падали вниз Говорят, что викинги Рагнара в тот день повесили 111 военнопленных Местный монах Эрментарий описывает, как викинги десятилетиями совершали набеги и опустошали берега, сены и луары В число кораблей росло, поток викингов был неиссякаем Повсюду христиане становились жертвами резни, поджогов и грабежа Викинги покоряли всех на своем пути, и ничто не могло остановить их Когда мощный флот викингов плыл по сене на огромный город Париж Король Франции, находившийся в Париже, вместо того, чтобы встретить врага И по возможности уничтожить, фактически решил откупиться Король Франции Карл Лысый заплатил Рагнару 6 тонн серебром и золотыми слитками, чтобы грабители ушли и никогда больше не возвращались Но это произвело обратный эффект Когда стало известно, какую добычу и дань можно получить Какие там есть земли и товары Разграбление Северной Европы и континента продолжилось с еще большей яростью В период между 790 и 1100 годами Викинги проложили маршруты по всем большим рекам в самое сердце континента Перед викингами открылся новый мир Норвежцы вписали, пожалуй, самую яркую главу в историю викингов как бесстрашные первооткрыватели Они колонизировали Исландию, Гренландию и даже прошли еще дальше Колонизация Гренландии связана с именами двух легендарных норвежских викингов Эрика Рыжего и его сына Лейфа Эриксона В конце 900-х годов Эрик повел туда экспедицию и стал первым поселенцем на этой суровой земле Эрика за его взрывной характер изгнали на три года из Исландии Он поплыл на запад и обосновался на восточном побережье Гренландии Он принялся расхваливать эту землю, но поскольку не мог сказать, что только небольшой участок ее побережья пригоден для жилья Он придумал простой выход и говорил У нас есть Гренландия, зеленая страна, она покрыта зеленью Некоторые поверили и приплыли, но увидев, что она собой представляет на самом деле, вернулись домой Но самые сильные, храбрые и стойкие викинги остались Хотя жизнь у них была здесь очень тяжелой землю, конечно, не сильно вспашешь, но можно было ловить рыбу, добывать мясо Это был суровый край Во времена правления Эрика Рыжего норвежская сельская община с трудом могла прокормиться на этой далекой земле Своим правительством сельские жители избрали Альтинг Своего рода открытые собрания или суд Систему, перенесенную со своей родины Там свободные граждане имели право высказываться в свою защиту и по поводу вопросов, касающихся общины Из этой общины свободных граждан вышел сын Эрика Рыжего, Лейв Эриксон Как и отец, он очень стремился путешествовать В 1000 году он отправился в плавание Лейв Эриксон последовал по пути другого викинга, который плавал перед ним Тот оставил записи, что отправился на запад в другую колонию в Гренландии Но его ветром отнесло с курса К тому времени, когда он рассчитал свое место, его судно уже находилось у берегов очень зеленой и привлекательной земли Гренландия же не была ни зеленой, ни привлекательной Идя на запад по следам слухов о неизвестной земле, Лейв Эриксон открыл новый мир Это было волнующее, но и противоречивое событие Лично я верю, что Америку открыли викинги примерно в 1000 году Датирование поселения Лейва Эриксона на Ньюфаундленде Было подтверждено методом углеродного анализа и относится к 1000 году Поэтому мы знаем, что викинги, по крайней мере, были на Ньюфаундленде И, возможно, прошли еще дальше, на юг Попытки гренландцев обосноваться на Ньюфаундленде потерпели неудачу Считают, что колония просуществовала там только 10 лет И все же за 500 лет до того, как Колумб совершил свое эпическое плавание Викинги уже связали восточные и западные полушария После зимовки на Ньюфаундленде Лейв Эриксон вернулся в Гренландию Он принес островитянам нечто новое Теми же самыми инструментами, какими строились суда Они стали вытесывать массивные кресты новой религии Они решили обратиться в новую религию Лейв Эриксон побывал в Норвегии, где король попросил его принести христианство в Гренландию И обратить в эту веру гренландские колонии, что он и сделал Чем быстрее росло влияние викингов, тем заметнее влиял на них окружающий мир Их правители хотели с помощью христианства объединить викингов И, наконец, установить над ними больший контроль На заре 11 века, спустя 200 лет после набега на Линдисфарм У Наверского народа все еще не было ни общего правителя, ни чувства сплоченности Поэтому христианство стало орудием объединения Но соплеменники-язычники иногда сопротивлялись викингам-христианам Они не хотели отказываться от своих древних богов Вожди стали склоняться к христианству Потому что оно помогало им Помогало консолидировать власть И они начали навязывать христианство другим А это приводило к борьбе Людям это не нравилось Они не хотели отказываться от своих старых обычаев Христианские миссионеры побывали на острове Объехали поселения И обратили несколько человек в новую веру Но было много сомневающихся И однажды священники решили, что нужно устроить испытание языческим богам Их воплощению, которое называли Берсеркер То есть, немного сумасшедший, мягко говоря Итак, христианские миссионеры бросили им вызов Они сказали Мы разведем костер, и ваши язычники пусть тоже разведут Если Берсеркер пройдет через ваш костер, но не пройдет через наш Значит, христианство сильнее Если он не сможет пройти через ваш костер Тогда язычество сильнее Это все равно, что в состязании из Ветхого Завета Легенда говорит, что Берсеркер легко прошел через костер, разведенный язычниками Но не смог пройти через костер, разведенный христианами Все увидели, что христианство настоящая религия и обратились в нее А тем временем в Норвегии появился юноша, которому судьбой было велено сыграть большую роль в объединении викингов Харальд Хардрада был сводным братом конунга Норвегии Олафа и его законным наследником В возрасте 15 лет он участвовал в междоусобной войне викингов, сражаясь на стороне проигравших Но Харальд еще вернется Он отомстит и кровью врагов впишет свое имя в историю страны Викинги промчались по Европе, как смертоносная чума Сначала пали незащищенные монастыри Затем захватчики развязали террор в глубине континента В конечном счете викинги настроили всех против себя Норвегия погрязла в междоусобной войне В 1030 году в битве при Стикселстаде Войска, верные датскому королю Кнуду Великому, встретились с силами норвежского короля Олафа И в этой бойне, обильно напоившей кровью землю и души норвежцев Словно феникс из пепла взлетел молодой воин Харальд Хардрада Сводный брат короля Олафа и его наследник В середине 11 века Харальд был уже в зрелом возрасте и обладал амбициями лидера и желанием объединить Норвегию Но сначала ему нужно было получить власть Харальд был интересной личностью Он начал жить жизнью викинга, когда был еще юношей В 16 лет был ранен в бою, где погиб его брат король и был вынужден бежать Харальд Хардрада жил в изгнании на далеких северных островах Он направился в Швецию, затем в Киев, преуспевающий торговый город, сейчас столица Украины В 1031 году он следовал по маршрутам шведских викингов В течение двух прошлых столетий Основавших торговые центры, чтобы получить доступ к экзотическим восточным товарам Шведы пришли как жестокие грабители, но стали международными торговцами Торговля с Киевом открывала норвежцам дорогу в более широкий мир, на восток И Харальд понял выгоду этого Когда археологи нашли кучу монет того периода, там были монеты, собранные со всего света В руинах деревни Хэдебю нашли небольшие статуэтки Будды Значит, у них были связи с этими народами И это гораздо важнее, чем всякие битвы и грабежи На этом перекрестке культуры и торговли Харальд понял, что без рынка сбыта награбленной добычи Его власть ограничена Этот урок он вскоре применит на практике Викинги жили торговлей сотни лет Если вы идете грабить монастырь и присваиваете пару чаш и какие-то рукописи Вы же не понесете их домой Для чего они вам? Вам надо куда-то пойти и обменять их на то, что вам необходимо Материальные ценности составляли лишь часть торгового обмена Викинги также продавали живой товар Как работорговцы они продавали мужчин и женщин, захваченных во время набегов В то время женщины очень часто умирали при родах Поэтому нужно было постоянно пополнять число женщин Они хватали девушек, увозили их и, конечно, насиловали А затем помещали в загон для рабов и продавали Но, несмотря на экономические уроки Киева, Харальд так далеко отправился не только ради торговой выгоды В нем билось сердце викинга Он должен был освоить искусство воина и приобрести навыки, которые сделают его королем К 1038 году у Харальда появилась уверенность в себе и страсть к грабежам Теперь он стал вождем элитных частей наемников-викингов В интересах зарубежных правителей на Востоке он боролся против мятежей, набирая богатство и силу, чтобы подготовиться к возвращению в Норвегию и захвату престола На Сицилии Харальд демонстрирует свою легендарную изобретательность Тактика Харальда характеризуется не только большой храбростью, сколько хитростью А для викинга это лучше, чем просто идти и бить людей по головам Знаете, люди предпочитают хитрых У него, например, был такой прием Они подходили к городу, окружали его А у него был человек, который ловил птичек, взлетавших и вылетавших из города С малой нитками они прикрепляли горящий прутик и отпускали птиц Те взлетали в город к своим гнездам в соломенных крышах И огонь сразу же охватывал весь город Тогда они его и брали В саге о короле Харальде исландский историк Снорис Турлсон Описывает эффективный план захвата Сицилии Затем все люди вышли из города моля о пощаде, пишет он Те же самые люди, которые долгое время выкрикивали гнусные оскорбления в адрес армии и ее вождя Харальд пощадил жизнь всех, кто молил о милосердии и овладел городом Приблизительно лет через 15 Конунг Харальд приобрел репутацию и богатство, необходимые по крайней мере для того, чтобы предъявить законные претензии на трон своего раздробленного отечества В 1046 году он возвращается в Скандинавию Прославленный наемник с богатством и амбициями короля, но без титула Как законный претендент на трон, теперь он готов вступить в игру Но дело в том, что на троне сидит его племянник И чтобы заявить о своих правах на трон, ему нужно сделать еще одно дело Что он делает? В политическом плане он очень хитрая личность И, конечно, он договаривается с племянником о совместном правлении Это действует Племянник через год умирает Мы не можем уверенно сказать, что Харальд убил его Хотя кое-кто и обвиняет его в этом Харальд не обращает на это внимания И, наконец, Харальд начинает править Норвегией Когда притязания Харальда на трон были удовлетворены, он добивается того, чтобы его власть была неоспорима В 1047 году он приступает к ликвидации своих противников Жестоко соединяя хитрость и месть, Харальд со злобной яростью обрушивается на всех, кто выступает против него В 1047 году Харальд Хардреда, долго добивавшейся власти, становится королем Норвегии Он правит викингами исключительно с помощью силы Люди Харальда безжалостно опустошают фермы и деревни тех, кто не подчиняется ему Они дают понять простую истину Подчинись или умрешь По всей стране враги Харальда платят ему последнюю дань за свою непокорность В саге о короле Харальде король прославляет свою ненасытную жестокость такими словами Я убиваю без сожаления И помню всех, кого я убил Предательство должно быть пресечено любыми средствами, честными или грязными Прежде чем оно погубит меня Из желудей измены вырастают дубы мятежа Непокорные уничтожены Теперь пришла пора прославления Верные сторонники короля Харальда пришли в его длинный дом на пир Если у вас много денег, много золота Тогда вы у викингов большая шишка Потому что вы раздаете это людям Так они собирали свои армии Нужно ведь накормить этих парней и дать им золото Потому что именно этого они хотят Можно подарить им золотое кольцо, если они сделают что-то хорошее Или дать им горячительного Или золотой кубок Или еще что-то Поэтому если у вас огромное богатство Тогда вы становитесь важным лицом Ради этого Харальд и прошел через все эти грабежи дворцов Откуда он набрал много золота Повелителем викингов мог стать только человек Привлекавший к себе людей силы личности У него должна быть репутация победителя Чтобы стать такой личностью Занять определенное место Стать большой личностью и не быть убитым Вот люди и приходили в эти залы У них были огромные кулаки и много золота Все упивались медовухой И время от времени собирались вместе Обнажали свои мечи и убивали кого-нибудь И для большинства викингов Этот большой зал занимал центральное место В их жизни В большом зале викинги расторгали политические договоры Вручали взятки Нарушали клятвы верности И отнимали власть Это была гибкая система Позволявшая викингам воспользоваться любой ситуацией Чтобы изменить положение вещей В течение секунды можно было повернуть все на 180 градусов Если вождь пал морально Или был убит в бою Или унижен Или вообще что-то случилось Кто-то обязательно внезапно поднимет голову Появившись с совершенно неожиданной стороны Взяв за образец Киев Король Харальд принялся за создание Большого торгового центра В стратегически удобном приморском городе Где можно было купить товары со всего мира Городу Осло было предназначено Стать одним из крупнейших портов региона Король Харальд понял Что только торговля объединит народ викингов И принесет им желанное богатство и стабильность Рынки Осло ломились от товаров Поступивших с ферм викингов Пшеница и овощи Меха и ткани Ладьи викингов возвращались домой С товарами со всего света Специями, золотом, тканями Драгоценными камнями и рабами Торговали гончарными изделиями И стеклом из Германии Серебряными украшениями из Франции В обращении ходили монеты Из далеких арабских стран По мере развития и обогащения Осло Викинги становились умелыми торговцами Но развитие крупного торгового центра Только разжигало в Харальде Жажду еще большего богатства и власти Харальд решил, что его очередной И самой крупной целью станет Англия Он повел корабль, конечно, было много кораблей Вместе с ним отправился мятежный брат короля Англии Так Харальд Хардрода уплывает Глядя в сторону Англии в будущее Харальд, конечно, думал, что его империя Будет простираться на то расстояние Которое способно преодолеть его корабли Бывший изгнанник добился поразительной власти И политического влияния Среди своего воинственного народа Он уже сломил самого стойкого Из своих врагов викингов Его действия не встречали Большого сопротивления Казалось, что Англия и ее богатства Не ускользнут из его железной хватки Но Харальд и его дружина ожидала сильная и дисциплинированная армия И битва, самая жестокая из всех, какие у него были Битва, которая могла отнять у него все, что он добился Конец сентября 1066 года Гонец принес в город Йорк срочное и печальное известие Приближается король викингов Харальд Хардрада Англичанам хорошо известна его жестокость Его можно остановить только быстрыми действиями и большой храбростью Харальд начал свое завоевание побережья Но хотя он и выиграл несколько коротких жестоких схваток Здесь его победа не была гарантирована Казалось, что Йорк был готов сдаться Харальд со своим войском направился к Стэнфордскому мосту В 10 километрах от города Он ожидал, что правители Йорка придут почтить его И в качестве дани отдадут заложников Фактически, Харальд был настолько уверен Что север Англии уже в его руках Что не взял с собой всю дружину А его воины даже оставили свои доспехи Но англичане были не настолько легкомысленны Их король Гаральд Годвинсон Тем временем повел своих солдат через лес Чтобы отрезать армию викингов Пехотинцы были в кольчугах и хорошо вооружены Они решили остановить нашествие и спасти свой город Когда показалась английская армия Во всяком случае, так говорится в сагах Викинги были крайне удивлены Увидев, что люди в сверкающих на полуденном солнце доспехах Подходят к ним все ближе и ближе Они не понимали, кто это Но по мере приближения они поняли Как говорит сага о короле Харальде Оружие засверкало, словно это были куски льда Харальд принял роковое решение Вместо того, чтобы отступить и подождать Подхода с кораблей остальной части своего войска Он решил вступить в бой В какой-то момент англичане отошли Харальд почувствовал приближение победы И его войско нарушило боевые порядки Рассказывают, будто один воин стоял на мосту И сдерживал всех англичан Там якобы было небольшое войско, совсем крохотное Но в середине века такое бывало Тогда битвы многочисленных армий Не были частым явлением Согласно саге о короле Харальде Он подбодрил своих солдат такими словами Всегда высоко несите свою голову в бою Ибо мечи стремятся снести череп обреченным воинам Тот парень на мосту удерживал врага Но когда его убили Англичане смогли добраться и до Харальда Когда путь через мост был свободен Англичане хлынули на легковооруженные силы викингов Проходя через их ряды как нож сквозь масло Битва была жестокой Викинги использовали все свое искусство и храбрость Против армии, защищавшей родную землю В этой ужасной бойне викинги падали один за другим Их кровью пропиталась английская земля Саги и викингов так повествуют о битве Сердце сражающегося вождя не дрогнуло В грохоте битвы храбрый король показал всю свою отвагу Его окровавленный меч насмерть разил врага В середине боя стрела, хорошо нацеленная Или же направленная судьбой, вонзилась в горло Харальду Хардраде Подкрепления подошли, но слишком поздно Малочисленные и лишенные маневра викинги Потерпели явное поражение С наступлением ночи полный разгром викингов Стал очевидным Харальд Хардраде пришел в Англию в сентябре 1066 года С тысячами солдат и большими амбициями Но нашел здесь только поражение и смерть Говорят, что Харальд Хардраде привел свою армию из Норвегии На 270 кораблях, но вернулись только 30 В последующие десятилетия викинги продолжили совершать спорадические набеги Но ни один из них даже не приблизился к империи На земле, который держал последнюю оборону король Харальд Через несколько недель начнется новая эра в истории Европы Когда погиб Харальд в 1066 году Влияние викингов пустило корни повсюду В мире культуры, торговли и истории Но это стало началом падения викингов Ассимиляция Слияние с народами тех стран, которых они колонизировали А также распространение и консолидация христианства Ускорили их конец, так же, как и поражение в одной единственной битве История Европы, конечно, изменилась Руссия теперь стала Россией А это страна викингов Руссы были викингами Страна норманов стала Нормандией А норманы были викингами И, наконец, норманы завоевали Англию Так что в истории Европы они оставили очень большой след Войны, переселенцы, первооткрыватели и торговцы Викинги несли с собой резкие социальные и политические перемены Стимулировали глобальный экономический рост и укрепление Европы Развивали национальное самосознание Внедряли передовые технологии судостроения, навигации и так далее Кровавые набеги викингов создали им репутацию варваров Но в своих поисках удачи, богатства и власти Викинги не разрушили западную цивилизацию Они обогатили ее Возможно, на все времена Продюсер и режиссер серии Роберт Гарднер Оператор Ник Гарднер Автор сценария Дамьян Слаттери Композитор Майкл Ричард Плоумен Художник Алгис Горбачалскас Производство Гарднер Филмс Интернешнл Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова